Бразилию я всегда видел страной реки Амазонки, пляжами Рио и грабителями на каждом шагу. Дорогие зрители и подписчики, в этом видео мой полет в крупнейший город страны Сан-Паулу с авиакомпанией КЛМ. Не получилось у меня снять Амазонку или Рио-де-Жанейро, меня не спасли предупреждения или отзывы, которые я читал перед полетом. У меня украли телефон на следующий же день. Сейчас практически любой полет начинается с сдачи теста на коронавирус. Для въезда в Бразилию требуется ПЦР, сделанный менее чем за 72 часа до вылета. Во Внуково между парковкой и входом в терминал Аэр-экспресса стоит вагончик с 15-минутными тестами, которые для меня не подходят, так как используется не ПЦР-метод. Время почти час ночи, мне нужно успеть доехать на другую сторону Москвы в Шереметьево, откуда вылетает мой первый рейс в Амстердам. Потом будет быстрая пересадка и долгий рейс через океан Сан-Паулу. Запарковал машину и пошел получать результаты в терминал Б. Необычно видеть такой пустынный терминал Б. Пол второго ночи и ни одного встречающего. Внутри лаборатории было несколько человек. Сотрудники сразу же мне распечатали результаты и поставили печать. Больше всего почему-то в этот момент боялся получить подтвержденный результат. Как я сказал, непривычно было видеть отсутствие пассажиров, хотя мне казалось, что ночные рейсы уже более-менее восстановились. Мой вылет из терминала с другой стороны аэропорта, до которого можно добраться за 10 минут на подземном поезде. Пока его ждал, услышал гул и обратил внимание на способ работы через движущийся трос, который тянет вагончики, как у фуникулера. В обычное время работают два состава, но ночью, скорее всего, оставляют только один из-за малого количества пассажиров. Время в пути на другую сторону терминального комплекса заняло максимум 5 минут. Потом нужно еще заложить несколько минут, чтобы подняться в сам терминал. Оу, все еще случаются моменты, когда ситуацию с протекающей крышей нужно решать вот таким способом. В былые доковидные времена Air France и KLM вылетала из терминала Е. Здесь, как и в Б, вообще никого нету. Иду в Е, надеюсь, они оттуда же и вылетают сейчас. Еще раз скажу, выглядит жутковато, особенно вспоминая те времена, когда здесь просто было не протолкнуться. Надо было смотреть заранее в билет, потому что рейс KLM регистрируется в Д и, скорее всего, влетает из терминала Д, а Е он весь закрыт, весь темный. Я был уверен, что терминал Е уже работает, и самолеты вылетают оттуда, и даже не посмотрел в авиабилеты или табло аэропорта. К терминалу Д нужно было вернуться по тому же пути обратно, пройти зону подземного поезда, слева будет инсталляция, как точка для фотографий в социальных сетях «Я люблю Шереметьево», которая по классике для нашей страны была огороженной ленточкой, а то вдруг сломают. И еще метров 200 по дороге с треволаторами к входу в терминал Д. Здесь уже как-то пассажиров побольше. Регистрация на мой первый рейс в Амстердам осуществлялась у самых последних стоек. Чтобы пройти к сдаче багажа и получению посадочного, требовали пройти небольшой контроль от сотрудников авиакомпании, на котором просили предъявить ПЦР-тесты, сканировали QR-коды и смотрели основания для въезда в ту или иную страну. Практически все пассажиры этого рейса летят со стыковкой куда-то далее. На момент моего полета свободный въезд в Нидерланды был ограничен. У меня золотая карта часто летающего пассажира Аэрофлота, поэтому я пошел на регистрацию на стойку Sky Priority. Багаж зарегистрировали до Сан-Паулу, на пересадке мне его не нужно будет получать. Вес чемодана получился 17 кг при норме УКЛМ 23. Нужно было взять таблички и заполнить свою контактную информацию, если вдруг багаж потеряется. Получил интересный вопрос. У вас спички в багаже есть? Их провозить нельзя? На соседней стойке регистрировались пассажиры, я на багажной бирке у них подсмотрел, что летят они в Панаму, аэропорт ПТВАЙ. Здесь тоже пустынно. Это раньше была зона регистрации международных рейсов Аэрофлота, пока они не перевели их в терминал С. Вылет рейса к ЛМ был от гейта терминала Д. Как я понял, терминал Е вообще не функционировал на тот момент. Ничего нет для декларирования. Границу прошел через зеленый коридор без остановок. Подумал, что никогда в жизни не проходил через красный. Сразу за ним находится много кабинок пограничного контроля, на которых было по несколько человек в очереди. В отличие от С, здесь нет киосков самообслуживания. Увидел, что слева работает одинокая кабинка, на которой вообще никого нет, прошел через нее. И еще один шаг – предполетный контроль безопасности. Просят предъявить еще раз паспорт и посадочный талон. Во время досмотра очень тщательно проверяли обувь и просили включать все электронные устройства. Ну а после контроля появляется большая зона дьюти-фри, разделенная на слева алкоголь и конфеты, справа косметика и парфюмерия. Меня ничего в магазинах не интересовало, я пошел в бизнес-зал Москва, чтобы выпить чаю и может быть чего-нибудь перекусить. Зал сейчас обслуживает пассажиров всех авиакомпаний, а также держателей карт-банков. Довольно просторная зона, но без прямых окон на перрон. Выбор блюд стандартный для всех залов аэропорта Шереметьево. В 4 утра еще подавали ужин. Несколько видов горячего, гарниры и супы, а также салаты и закуски. И небольшой выбор алкоголя. Еще в бизнес-зале есть второй этаж, я сейчас туда поднимусь. Второй этаж отличается от первого наличием больше количества кресел для отдыха, баром с премиальными напитками за деньги и спа-центром, где можно заказать массаж. По всему остальному функционалу и идее он идентичен первому этажу. На втором этаже чаще меньше людей. За минут 15 до начала посадки направился в сторону 31 выхода. Большинство точек питания, которые мне встречались, были или еще закрыты, или вообще закрыты. Мимо прошел экипаж моего рейса. В отличие от дневного разворотного, они остаются на целые сутки в Москве, сменяя прилетевший экипаж. Скорее всего из-за требований профсоюзов по работе в ночное время. А вот и самолет, на котором я полечу. Boeing 737-800, полученный авиакомпанией новым в марте 2019 года. Имеет компоновку на 108 скресел экономического класса, но первые ряды могут быть трансформированы в салон бизнес-класса просто через блокировку места посередине. Называется Евро-бизнес-класс. Рейс номер KL-900 лететь около 4 часов. Сейчас самолет заправляют и делают последние операции перед началом полета. Посадка у KLM идет по группам, которые указываются в посадочных. Сначала пригласили группы 1 и 2. Это пассажиры бизнес-класса, а также статусные участники бонусных программ. Остальные группы распределяются по дальности кресел. Раньше заходят те, у кого места дальше, чтобы не создавалась очередь. У меня стояла группа номер 2. Взгляд на самолет и логотип Sky Team. KLM ходит в него наравне с Дельтой, Аэрофлотом, Air France и многими другими авиакомпаниями. В салоне сначала идут кресла для пассажиров бизнес-класса, потом перегородка и точно такие же кресла, но для тех, кто купил эконом. Но в начале салона кресла имеют чуть больше расстояния между друг другом. Салон этого Боинга стандартный для этой модификации. Sky Interior, большие багажные полки, хорошие контурные кресла с удобными регулирующимися подголовниками. Мне понравился дизайн стенок такой в голландском стиле. И вот сама конструкция блока туалетов. Внутри, конечно, с моими размерами. Сложно даже развернуться. Однако все присутствует. И раковина, и большое зеркало, и полноценный пеленальный столик. Пока шла посадка, заглянул посмотреть, что предлагают эспрессы. В кармашке была инструкция по безопасности и бортовой журнал, который, судя по всему, использовался предыдущими пассажирами очень часто. В каждом кресле был USB-порт с мощной зарядкой, а также подставка под электронные гаджеты и стакан с жидкостью. Шаг кресел не то чтобы маленький, но и комфортным его тоже назвать нельзя. Часа три вытерпеть хватит. Больше, думаю, будет тяжеловато. Посадка шла вот как-то очень медленно. Слева стоял Airbus A320 Аэрофлота, в ливреи Альянса SkyTeam, который прилетел накануне из Минска и через несколько часов опять улетел в Минск. В кресле нашел еще пластиковый пакет на случай, если станет плохо. Подумал, что я давно не видел, чтобы пассажиры использовали его по назначению. Что изменилось? Багажные полки последних рядов были заняты пледами, скорее всего для пассажиров бизнес-класса, так как в экономе их не предлагали. Кресла в этом самолете производства Ricara. Выглядят очень легко и воздушно. В каждом кресле есть маленькая лампочка для освещения зоны прохода. Около самолета собрался небольшой консилиум работников перона, которые что-то долго обсуждали, смотря в экран мобильного телефона коллеги. Во время движения со стоянки показался Airbus A330 корейской авиакомпанией, который прилетел из Сеула и ждал отдыха экипажа, чтобы через 10 часов улететь обратно. Корейцы сейчас летают один или два раза в неделю. На связь вышел капитан, представился с Сэмом. Сказал, что так как полет будет ранним утром, они с командой постараются минимально делать объявления в салоне, чтобы все получше отдохнули. Порпроводник громко и с важностью объявил о необходимости оценить провод от зарядки на всех устройствах во время взлета. Еще сказал, что снимать экипаж на видео без их разрешения нельзя. Не знаю, это было конкретно для меня или это общее объявление. После взлета выдали всем влажные салфетки на основе 70-градусного спирта и сразу же начали обслуживание. На выбор был стандартный набор соков, воды, чая и кофе. Из-за алкоголя можно было взять пиво Хайнекен. Из еды был выбор один банановый хлеб и небольшой кекс. Все было вкусно и съедобно. Мне очень хотелось спать и фактически я проснулся, когда мы уже начали снижаться. Первые слова командира были «Пора просыпаться, мы приземлимся через 12 минут, еще 5 минут у нас займет руление, вы точно успеете на все ваши стыковки». А бортпроводница потом сказала, что если вдруг будет какая-нибудь нештатная ситуация, слушайте инструкции команды. Все это было сказано такими милыми словами, как будто бабушка утром будет на завтрак. Взлет и посадка были с включенным освещением. Заметил, что скорость руления была выше, чем в российских аэропортах. До терминала ехали действительно где-то минут 5. Запарковались около такого двухэтажного выхода на посадку. Наверное, обычно сюда ставят самолеты типа А380 или Боинг 747. Забыл сказать, до борту был Wi-Fi с большой подборкой фильмов, в том числе на русском языке, но без доступа в интернет. Я никуда не спешу. Мой следующий вылет через несколько часов. Чтобы попасть в терминал, нужно было пройти по долгим коридорам, потом на основной развилке повернуть направо. При мне в сторону выхода в Нидерланды не пошел никто. Все трансферные. Прилетающих пассажиров отправляют на досмотр. Работали практически все посты. Основной поток разбивали по множеству маленьких очередей. И уже из них нужно было подойти к роботу, который показывал номер места для подготовки к досмотру. Очень удобно и быстро. Вот я и оказался в зале вылета главного нидерландского аэропорта Шипал. Аэропорт имеет один крытый терминал с несколькими разветвлениями, которые называются пирсы. Агентство SkyTrux присвоило аэропорту 4 звезды за удобство и скорость пересадки. Утром уже работали все магазины и точки питания. Меня приятно удивил терминал. Есть как такие милые зоны для отдыха и игр, так и удобные места для работы. И киоски самообслуживания, если вам нужно что-то сделать с вашим билетом. В двух шагах была дверь, на которой было написано «Филиал художественного музея в Амстердаме». Работала небольшая выставка голландских мастеров разных периодов. Зайти можно круглосуточно, вход свободный, рядом есть сувенирный магазин. Бизнес-зал работал не круглосуточно, и как только наступило 6 утра, я пошел в него. У КЛМ их два, один для рейсов внутри Шенгена, другой для всех остальных. Находится на втором и третьем этаже терминала, и поездка на эскалаторе сопровождает множеством таких милых голландских домиков. Внутри было прилично заполнено пассажирами. Все разделено на несколько зон, где-то удобно просто сидеть в тишине, где-то завтракать, и даже была зона, где уже с утра сидели любители крепкого алкоголя, смотря спортивные каналы на телевизоре. На завтрак было несколько видов горячего, которые накладывали по просьбе, и закуски в виде сыров, фруктов, свежей выпечки. Я не скрою, налег на круассаны. Я перешел в тихую зону, где была небольшая выставка моделей самолетов, на которой летала КЛМ. Интересно было посмотреть модели в разрезе. Это Douglas DC-7C из 50-х годов. КЛМ летала на таких преимущественно в африканские города. В бизнес-зале есть третий этаж, откуда открывается отличный вид на часть перона, а так третий этаж – это ресторан с баром и небольшой террасой. За полтора часа до вылета пора идти к выходу на посадку. Опять удивляюсь самым различным форматом использования пространства для пассажиров, чтобы и так, и так можно было ждать свой рейс. Практически рядом с каждым креслом есть розетки и USB. Страна тюльпанов, и даже во время пересадки вы можете купить как живые цветы, так и луковицы для самостоятельного выращивания. Жаль, что нельзя передать запах весны через это видео. Главная торговая зона терминала уже к этому времени еще больше жила, появилось много спешащих на свой рейс пассажиров. Стоял немного грязный А330 авиакомпании «Дельта», который прилетел из Бостона и готовился к 10-часовому рейсу в Солт-Лейк-Сити. Я, кстати, был недавно в этом городе пролетом, вот здесь вставлю ссылку на видео. А дальше стоял дримлайнер авиакомпании «КЛМ», который только что прилетел из Канкуна. В утреннее время на перроне было какое-то царство авиакомпании «Дельта». Вот стоит самый первый А330 «Нео» во флоте «Дельты», который прилетел из Миннеаполиса и готовится вылететь в Сиэтл. Я обернул голову и на секунду подумал, что я в какой-то клинике. Оказалось, что агенты так свободно покатили дополнительные компьютеры для осуществления посадки. В это утро в Амстердаме было много разных типов самолетов «Дельты». Вот красавец Airbus A350 прилетел из Детройта и готовится к 9-часовому полету в Атланту. Это стоит уже китайский борт, но без признаков ближайшего вылета куда-либо. А на заднем фоне прилетел Boeing 777 из Дели. Огромные панорамные окна позволяют смотреть на все уголки жизни аэропорта. Самолет, который будет выполнять сегодня рейс в Сан-Паулу. Boeing 777-300ER, названный в честь Индийского национального парка «Казиранга», был новым передан в авиакомпанию «КЛМ» в апреле 2015 года. До вылета еще чуть больше часа и идет активная подготовка самолета. За минут 50 до вылета объявили посадку. Так же, как и в Москве по зонам. Сначала пассажиры бизнес-класса, статусные, потом все остальные с учетом рядов. На посадке работало 6 линий, все шло очень быстро. Еще раз проверяли основания для въезда в страну и QR-коды. В рукаве мне понравились круглые окна, которые создают атмосферу посадки на какой-то космический корабль. К самолету было подключено два телетрапа, и пассажирам бизнес-класса можно было свернуть раньше, чтобы не создавать очередь среди тех, кто летит в экономе. Из-за этого посадка шла еще быстрее. Внутри самолета прошел через последний ряд бизнес-класса с креслами, которые полностью раскладываются в кровать. Потом сразу несколько рядов премиального экономического класса, отличающегося от обычного только расстояния между креслами и улучшенной едой. И далее обычный эконом, в популярном сейчас для этого типа формате. Три проход, четыре проход, три кресла. За два дня до вылета КЛМ прислала письмо с предложением пересесть в премиум эконом за дополнительные 200 евро. Я отказался. Мое место было в самом последнем салоне справа по направлению полета самолетов. Я заранее выбрал это место при покупке авиабилета за деньги, чтобы точно сидеть около окна. При онлайн-регистрации можно было выбирать любые доступные на тот момент кресла. Всем пассажирам предлагался индивидуальный плед. Места оборудованы розеткой для подключения личных устройств. Все кресла оборудованы большими мониторами системы развлечения и несколькими вариантами кармашков для хранения вещей. Около туалета увидел табличку Wi-Fi. До полета не успел посмотреть, будет ли интернет на борту. Надеюсь, что да. Шаг кресел хороший. Мне кажется, такой же, как и у Аэрофлота. Единственное, что кресло чуть-чуть кажется выше и, может быть, даже несколько, немножко удобнее. За окном прошел быстрый дождь и выглянуло солнце. Самолет начали загружать багажные контейнеры. Система развлечения хорошая и быстрая. Много фильмов и различного другого контента. Что-то было и на русском языке. Есть стандартный USB-порт. Можно подключить свои наушники через обычный коннектор. Как и в Аэрофлотовских 777, в этом самолете нет индивидуального обдува для пассажиров. Только персональные лампы, какую температуру поставили на весь салон, так и летим. Увидел, что сотрудник аэропорта привез только одну сумку, которую передал в багаж. Наверное, это была какая-то VIP-сумка. Солнце сменилось опять дождем. И нас начали буксировать к месту запуска двигателей. Рядом стоял идентичный Boeing 777-300, который прилетел из африканского Парамарибо и готовился полететь в столицу Эквадора, город Кито. Когда было приветствие капитана, он начал со слов «Дамы и господа, мальчики и девочки, проверьте, что вы точно сидите на своем месте, потому что мы должны соблюсти центровку самолета для взлета». Время в полете будет 11 часов и 24 минуты. Еще сказал, что в кабине сегодня работает два капитана и один второй пилот. Информацию о безопасности показали для всех с мониторов в виде очень милого анимированного ролика на керамике. Мы начали руление, делали несколько поворотов, потом ехали куда-то далеко, уже видны были взлетающие самолеты, но вместо остановки около взлетной полосы мы ее проехали. Проехали мимо взлетающих самолетов, очереди на взлет. Вот, например, Embraer British Airways летит в Лондон-Сити. На переднем плане стоит тоже KLM-овский Embraer рейсом в Мадрид, а за ним Boeing 737, который полетит в Вену. Но мы все еще куда-то едем. Когда объезжали полосы, появилась радуга. Так прошло еще минут 5, а самолет и не думал останавливаться. Мы объехали эти две взлетно-посадочные полосы и двинулись куда-то дальше. Но и это было не концом. Потом мы повернули, выглянуло солнце, появились поля и дороги, по которым ехали обычные автомобили. Как будто в экскурсионном автобусе мы отправились смотреть картины голландской пасторали. Начали виднеться деревенские домики и пастбища. Опять проехали дорогу, появились каналы с лодочками. Да, вообще идеально же едем, уже минут 15 точно. Не оказалось шуткой с ситуацией. Проехали мимо какой-то вышки, которая была похожа на ракету Илона Маска. Появилась вторая радуга и какая-то новая деревня. Наконец-то мы остановились около полосы 36-я левая. Это одна из шести полос в аэропорту и самая дальняя терминала. Перед нами взлетал сначала Boeing 787-10 Dreamliner рейсом в Лос-Анджелес, а потом дальнобойный 777-200ЕР, которому предстояло лететь более 14 часов в Сантьяго, столицу Чили. Из-за прошедшего дождя каждый взлет сопровождался большим количеством водных облаков на полосе. Продолжение следует... Заглянул в карман кресла. Там была только инструкция, на которой был написан тип 777-300, хотя у самолета модификация 300ЕР. Наверное, для пассажирской безопасности разницы нет. Высоту набирали очень долго и была возможность посмотреть виды Нидерландов с высоты. Между побережьем Европы и Великобритании в море стоит большое количество каких-то конструкций, расставленных в правильном геометрическом порядке. Чем-то похожие на ветряки, но безмачные. Буду благодарен, если подскажете, что это такое. Как только погасло табло «Застегните ремни», экипаж раздал пассажирам по бутылке воды невлажной салфетки. Как и на предыдущем рейсе, салфетка состояла из 70% спиртового раствора. Начало полета проходило над Великобританией, в которой в этот день была отличная солнечная погода. И справа открылся вид на Лондон. Внизу сейчас пролетаем аэропорт Лондон-Сити, который принимает преимущественно небольшие пассажирские самолеты. И рядом большой белый комплекс – это О-2 Арена. Через 5 минут показался главный аэропорт Лондона – Хитроу. Можно заметить, что с одной полосы взлетает самолет. Я посмотрел по флайт-радару. Это был рейс British Airways из Лондона в Эдинбург, Шотландия, выполняемый на Airbus A319. Спустя полтора часа после взлета принесли питание. Во время покупки билета я сделал дополнительный выбор в виде морского сета. Он состоял из шести позиций. Поки с лососем, который на вкус был очень даже ничего, салат с тунцом, салат из свеклы, десерта, сладких мармеладок и манго-сока. Все приборы были очень красиво упакованы в большую салфетку. Из напитков был выбор вина, пива и каких-то небольших коктейлей типа джина с тоником. Из безалкогольного, минеральная вода, кола, спрайт и выбор соков. В конце салона на всем протяжении полета для пассажиров находились небольшие закуски и вода с соками. Экипаж постоянно пополнял запас. На борту был Wi-Fi с ценой 18 евро на все время полета без ограничения объема и скорости интернета. В салоне сделали объявление, что просто так стоять нельзя. Можно только или в туалет, или за едой. И еще, что запрещено перемещаться через кухни, чтобы сменить проход. Все исключительно с заботой о пассажирах из-за коронавируса. В туалетных комнатах все стандартно. Из косметики только мыло для рук. Еще было одно правило, про которое говорила команда. Что нельзя заходить в туалет сразу же после предыдущего пассажира. Нужно подождать минимум одну минуту, иначе коронавирус. Лететь долго, рейс дневной. Делать нечего. Кто смотрел фильмы, кто читал книги. Сосед впереди играл в не очень понятную для меня игру в системе развлечения. Но было много тех, кто просто смотрел на карту полета. Захотел чай, пошел на кухню, бортпроводница налила кипяток, буквально на 5 секунд окунула пакетик чая, вынула и отдала мне стакан. Получил просто кипяток с цветом чая. Где-то спустя 6 часов полета посредине Атлантики всем пассажирам раздали по бутылке воды и бутерброду. Хлеб был мягким, было вкусно. На пути в туалет я, партизанский, нарушая все ранее озвученные правила, заглянул на кухню, где увидел лежащую на пол подушку и складной стул. Что здесь вообще происходит? Границу Южной Америки мы пересекли над пятым по величине городом Бразилии Форталеза. Но из-за появившейся как не кстати облачности, посмотреть сверху на него не получилось. Второе, основное питание раздали за полтора часа до посадки. Выдали что-то типа овощной пиццы, салат и небольшой, но вкусный десерт. Во время снижения появились грозовые облака и самолет стало сильно трясти. Экипаж быстро собрал всю еду, проверил застегнутые ли ремни и пожелал хорошей нам посадки. При самом подлете к Сан-Паулу погода сменилась на полный штиль и открылся вид на бесконечный город. Издалека многоэтажки напоминали пригороды любого крупного российского города. Мы сделали несколько крутых поворотов и начали снижение для посадки в аэропорту. Хотя Сан-Паулу является крупнейшим городом в Бразилии, у него четыре аэропорта, из которых два крупных. Большой международный, куда я сейчас лечу, находится в ближайшем пригороде. Второй преимущественно для внутренних рейсов. Он находится практически в центре Сан-Паулу и имеет жесткое ограничение в 30 взлет-посадок в час. Население города превышает 12 миллионов человек, а со всеми пригородными Сан-Паулу является крупнейшим мегаполисом в Латинской Америке. Сан-Паулу Ура! Вы не представляете, какое облегчение я испытал после посадки, потому что в экономии такой долгий полет давался тяжело. Еще с ограничениями, что нельзя просто так вставать. Хотелось вскочить и побежать в марафон. В аэропорту находится база ремонта American Airlines. На дальних стоянках стоят самолеты авиакомпаний Delta, United и LATAM. Около терминала уже стоял Boeing 747-800, немецкая Люфтганза, прилетевший из Франкфурта. А за ним двухэтажный Airbus A380 авиакомпании Emirates, который проделал путь в 14,5 часов из Дубай. Высадка была активной. После такого долгого перелета все хотели побыстрее выйти. Как только открылись двери, экипаж потерял интерес к коронавирусным ограничениям. Мое небольшое мнение о полете. Тяжело дается долгое нахождение в кресле с ограниченным движением. Питание неплохое, экипаж не то чтобы делал что-то в вау, просто правильно и ожидаемо выполнял свою работу. Без лишних улыбок. Мои первые шаги по Бразилии. Уже начинаю вспоминать, что на каждом углу бандиты и нужно быть максимально осторожным. Зона паспортного контроля была огромна и потоки были хорошо распределены. Жители Бразилии в одну сторону, граждане Европы в другую, Америки в третью, все остальные в четвертую. В моей группе было несколько человек. Границу прошел в течение ну пяти минут. Кроме паспорта не смотрели вообще никакие документы. Цель визита – паспорт-штамп, добро пожаловать. Когда подошел к багажной ленте, на ней уже крутились чемоданы с рейса. После этого был еще небольшой паспортный контроль, но уже от таможни и выход прямиком в огромную зону дьюти-фри, по которой нужно было прилично пройти, чтобы попасть к выходу. Продавали стандартный набор любого похожего магазина – алкоголь, парфюмерия, косметика. Цены идентичны европейским, я не сравнивал цены в городе, поэтому, возможно, здесь что-то будет даже купить дешевле. У меня была зарезервирована ночь в отеле около аэропорта, и я направился на остановку трансферного автобуса. На тот момент я не заметил каких-то мелочей, которые могли быть опасны для пассажиров. Все были приветливые и ничего не отличалось от обычного аэропорта в любом большом городе. На следующий день город поехал на общественном транспорте, вернулся в зону прилета, пытался купить билет на автобус, но не смог, по-английски никто не говорил. Вторым вариантом было доехать на бесплатном автобусе до железнодорожной станции и сесть на местный аналог аэроэкспресса. От остановки автобуса нужно еще пройти метров 500 до станции, там купить билет, лучше за наличные, и посмотреть, какой поезд отправляется в ближайшее время. Некоторые идут практически без остановок в центр, другие могут останавливаться на каждой станции. В вагонах все выглядело очень прилично, но одна особенность меня смущала. Никто не держал в руках телефоны, а просто сидели на своих креслах. На меня с камерой смотрели как-то странно, но ничего не говорили. Вышел на конечной станции Луц, которая находилась максимально близко к моей цели в городе. Воксал очень удобный, в навигации, и буквально через пару минут я уже вышел на улицу и увидел Бразилию. Большинство людей на улицах носили маски и были приветливы. В продуктовом магазине продавалась колбаса на вид похожая на нашу варенку, но только без холодильника. Хотя, может быть, это была и не колбаса. На улицах проходила своя жизнь. Бросив вещи в отели, я пошел на ближайшую туристическую точку, городской рынок. Здание было построено в начале прошлого века в стиле эклектики. Внутри было разделение на различные зоны, и я не уверен, что там закупаются только местные. Такое смешение туристических продуктов с местными запросами. Так как на соседних улицах находились стихийные торговые точки, где можно было купить практически то же самое, но дешевле. На втором этаже рынка располагается кафе, который заточен под туристический трафик. У нас балкона открывается хороший вид на все помещения и вещи, которые там происходят. Вот что безумно вкусно – это фрукты. В Бразилии растет большое количество экзотических для нас плодов, цена которых не превышает какие-то разумные пределы. Просто глаза отразбегаются, и я не знал половину названий. В Сан-Паулу можно вполне пользоваться автобусами. Они часто ездят по выделенным полосам, и по пунктальности вполне могут быть альтернативой метро. В каждом автобусе есть кондуктор, и вы можете заплатить или через местную транспортную карту, или наличными. Кредитные карты они принимать у меня отказывались. В какой-то момент город становится многоуровневым. Выйдя из автобуса, еще нужно подняться по множеству крутых улиц до нужного места. Я направился на центральную торговую улицу города Паулиста-авеню. Зашел в художественный музей, в котором была так себе выставка на два этажа, и единственное, что меня привлекло – это одна из версий картин Херонимуса Босха. На авеню Паулиста очень интересная и приятная для меня архитектура. Осталось еще множество зданий, которые были построены в середине прошлого века, когда была эра бетона и стали. Посередине улицы выделена зона для велосипедистов и для бегунов. Я даже видел, как бегали с детскими колясками. Похожую архитектуру зданий я встречал в Японии, но в Бразилии такие здания находятся в полузаброшенном состоянии, что придает им дополнительный шарм. У продавца газет заметил большую подборку журналов на авиационную тематику, в том числе на тему гражданских самолетов. На улице была огромная толпа, которая фотографировалась с этой куклой. Я тогда не знал, что это персонаж популярного сериала. Другие части города выглядели по-разному. Где-то встречались пустыны и площади, на которых явно проходят какие-то большие мероприятия. Где-то прямо в парках жили в палатках бездомные, но запаха, который обычно сопровождает такие места, не было. Хоть и жарко, все люди соблюдали гигиену. На улицах никто не ходит с телефонами в руках. Посмотрев на этого мужчину, я сделал поворот в сторону известного храма Се, перешел дорогу, достал телефон, чтобы снять видео для этого ролика. И в этот же миг мой телефон очень мягко взяли у меня из рук, улыбнулись и уехали на велосипеде. Я посреди палаток с бездомными, которые смеются, и звать полицию в этот момент было как-то странно. Телефон успел подгрузить видео в облако, поэтому я не потерял много материала. Я заблокировал телефон, отправил сообщение грабителям, что готов его обратно выкупить, но ответа не последовало. Телефон попутешествовал по городу и остановился в одном из неблагополучных районов. Хорошо, что у меня был запасной смартфон, которым я смог воспользоваться потом. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Впереди меня ждет несколько интересных перелетов по Латинской Америке.